Строители показали журналистам, сколько успели сделать на стадионе Мордовия-Арена. И если внутренние работы идут в графике, то приводить в порядок территории вокруг чаши отчаянно мешает погода. Когда уберут временные конструкции, скоро ли начнут крыть куполы и кто будет сеять траву. Юлия Порунова готова рассказать все подробности. Большая экскурсия для журналистов начинается с КПП стадиона. Людей технику тщательно проверяют, только после этого пускают на территорию стройки. Стадион Мордовия-Арена готовится к самой ответственной операции, к раскружаливанию крыши. Это значит, что временные конструкции, а не желтого цвета, наконец-то уберут и можно будет увидеть настоящий фасад. Пока мы движемся к тому месту, которое у футболистов принято называть «газон», успеваем расспросить главного по саранскому стадиону, успеют ли рабочие в срок. Сейчас работы полностью совпадают с календарным графиком, все планы и сроки выдерживаются. И надеемся, что дальше все пойдет только по нарастающим. На том месте, которое через два месяца должно зеленеть футбольной травой, пока совсем не футбольная грязь. Рабочие заканчивают заливать бетонные основания для так называемой подушки. Слои щебня и песка – это и есть подушка для травы. Хотя конструкцию стоило бы назвать многослойным пирогом. Нашпигованные инженерными системами полива, подогрева и даже освещения. Ведь солнечного света для травы может не хватить. Чтобы она не начала желтеть или даже вянуть, проектировщики предусматривают все заранее. Работы по устройству поля планируются на конец этого месяца. Работа будет начата с устройств инженерных сетей, прежде всего, под поле. Это технические помещения полива, технические помещения обогрева поля, ну и, собственно говоря, дренаж поля. Временные желтые конструкции сейчас помогают держать консоли купола. После того, как сварщики замкнут их в кольцо, времянки постепенно уберут. Вся процедура займет чуть больше недели. Сразу после этого начнут укладывать обшивку купола. Параллельно рабочие собирают инженерные системы, вентиляцию, отвод дождевой воды. Внутри штукатурят, устанавливают перегородки и стеклянные витражи. Эти работы завершены на 96-99%. Здесь же варят временные трибуны. Они красного цвета. Наш стадион будет трансформирован после. И есть так называемый режим наследия, в рамках которого планируется использовать этот стадион в целях местного населения для развития массовой сфорки. Саранский стадион продолжает оставаться самым недорогим среди строящихся к чемпионату мира в 2018 году. При этом до сих пор удается соблюдать все требования FIFA и выдерживать сроки. По контракту дата официальной передачи сооружения в эксплуатацию 27 декабря 2017 года. Юлия Пурнова, Сергей Бебинов. Наши новости.